Проект «Большой Саров» – развитие Национального центра физики и математики, привлекательность нашего города для молодых специалистов, проблемы предпринимателей. Эти вопросы городские власти затронули на встрече с депутатами законодательного собрания. 10 августа в Сарое прошло заседание выездного комитета ЗАГС Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговле и туризма. Мы говорили об очень важном вопросе, в вопросе стратегического развития. И если в 2018 году у нас была принята стратегия региона, и мы видим динамику ее реализации, то ни одна стратегия региона не будет успешной, если она не будет связана со стратегиями развития городов. И, конечно, то, что мы сегодня видим здесь, взгляд Сарова такой новый на стратегическое планирование – это не просто стратегия развития, это некий новый подход. По сути, это переход в сервисно-инфраструктурное планирование, детальное по каждому сервису, каждой услуге и каждому инфраструктурному объекту. Саров пока единственный город Нижегородской области, на котором разработают такую модель развития территории. Мы считаем, что опыт Сарова может быть применен не только для города Сарова в Нижегородской области, а с другой стороны мы понимаем, мы заходим на новую, неизведанную, неопробованную область и нам нужна абсолютная поддержка с точки зрения законодательства, с точки зрения регламентации и общая поддержка правительства для того, чтобы именно на нашей территории этот проект полетел. Кроме того, депутаты ЗАГС Собрания обсудили с представителями предпринимательского сообщества и проблемы, которые стоят сегодня перед бизнесом в Сарове. Особые условия функционирования зато диктуют свои правила ведения бизнеса. Действительно, здесь у малого бизнеса, с одной стороны, есть ряд преимуществ, в связи с тем, что территория зато закрытая, существует специальный режим пропускной, есть определенные сложности, которые препятствуют, может быть, такому динамичному развитию предпринимательства. Но с другой стороны, есть и преимущества, то есть это, во-первых, здесь средняя зарплата, одна из самых высоких в Нижегородской области. Сектор сферы услуг, сектор сферы развлечений здесь бы, по идее, должно развиваться. Но вот сейчас на совещании услышали все-таки ряд вопросов, ряд моментов, которые, ну, как бы сдерживают, скажем так, это развитие. Депутаты приняли решение еще раз приехать в Саров вместе с сотрудниками Министерства промышленности провести отдельный круглый стол с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы разобраться с вопросами предпринимателей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.